Кукол оберегов Есть куклы от хворей, есть куклы, сопровождающие ребенка от младенчества во взрослую жизнь, есть куклы, которые дарились именно на свадьбу, есть куклы-попучицы, которые даже передавались именно для путешествий, для благополучного его завершения. В сумочку куколки клалась частичка родимой земли, чтобы она сопровождала путешествующего. А перед тем, как приступить к занятиям рукоделия, заведующая библиотекой Татьяна Назарова рассказала об истории появления кукол оберегов на Руси. Сейчас, конечно, нет никаких проблем с куклами, вообще с игрушками. Можно пойти в любой магазин детский, игрушечный и выбрать любую куклу, какая понравится. А раньше, в старинные времена, с этим, конечно, была проблема. Особенно в деревне не было никаких магазинов, где можно было бы купить игрушку. И игрушки все делали сами. Ознакомившись с теорией, приступили к практике. Решили мастерить традиционную тряпичную куклу-оберег под названием куватка, по преданию, оберегающую от злых духов. Закручиваем в трубочку. Чем плотнее девочки, тем лучше. Договорились? Смастерив туловище, руки, ноги и голову, рукодельницы, выбрав понравившуюся ткань и нитки, начали наряжать свою куколку. Чтобы в результате получить красивую и, главное, настоящую куклу-оберег, для этого нужно знать несколько тонкостей. Например, при изготовлении ее тела ничто не должно быть проколото иглой. А также кукла должна быть крестообразной и ни в коем случае не похожа на реального человека. Благодаря большому желанию, терпению и взаимопомощи с этим видом рукоделия удалось справиться всем. Как впечатление? Очень понравилось. А может быть, что-то сложно было особенно делать или нет? Да не очень, но, как сказать, сначала впервые тяжело, а потом ничего. На этом посещение библиотеки не закончилось. Гости, увидев небольшой музейный уголок, в котором представлены интересные вещи прошлых лет, заинтересовались. Татьяна Назарова показала многие предметы, рассказала об их назначении и даже разрешила подержать в руках. Аккуратней. Ну как, легко ли гладить? Да. Да, я думаю, что нет. Тяжеленький, тяжеленький. В этот день воспитанницы психоневрологического интерната узнали много нового о русской культуре. Развили моторику и обрели индивидуальные амулеты, которые, верят они, несомненно, изменят их жизнь к лучшему. Анастасия Воронина, Сергей Ларин, Елена Кошелева, Видное ТВ.